Добрый вечер, дамы и господа. Вот почему-то очень многие обзорщики, блогеры и так далее, кого я смотрю, они вообще не касаются темы Донецкой Республики. Ван Амаз вроде бы как пообещал чего-то на эту тему сказать, но как-то вот не сказал нифига. Вернее, жду, жду обзорчика, жду аналитики от Бати. Хотя какая уж там аналитика, ну вообще не хочу его критиковать, даже на самом деле, по-моему, так все ясно, слишком много ему внимания уделяю. А вернемся к Донецкой Республике все-таки, которая меня лично очень сильно волнует, как вообще такой любопытный, крайне любопытный эксперимент. Такого совершенно безумного сознания людей, которые вдруг решили, ну в общем сделать переворот государственный, да. То есть вот это мне очень близко. Как я когда-то в свое время, если кто-то смотрел мои байки, мои рассказы старые, опять же, на моем канале, то помнят, что я когда-то хотел отдельно взятую московскую квартиру превратить в такую вот республику. Правда, ну ничего не получилось, естественно, и меня как бы никто не поддержал, я вот был единственный такой безумец, который хотел это сделать. Хотя, наверное, было бы, я бы вполне совершенно точно был готов тогда сделать такое. То есть шантажировать, ну какие-то власти города тем, что мы, например, взорву газ, да, в этой квартире, и значит, соответственно, целый дом как-то пострадает. Не присоединились ко мне тогда мои коллеги, друзья, художнички, которые меня окружали, как-то вот мою идею не восприняли. Мне кажется, что Донецкая республика – это что-то близко к тому, что я описал. То есть это какие-то люди безбашенные, ну, во всяком случае, половина из них совершенно безбашенных решили вдруг контролировать какую-то область Украины и, соответственно, установить там свой какой-то безумный режим. Идея мне нравится. Идея действительно мне нравится. Мне не нравится исполнение. Мне, во-первых, не нравится, что там присутствуют какие-то довольно бездарные, неинтересные, серые люди. То, что они как бы взяли власть, то, что они там устроили государственный переворот и как бы оттяпали себе эту территорию – это очень симпатично, по-настоящему забавно. Вот вопрос «Зачем?». Затем, чтобы… Ну, естественно, что сейчас вы всем не скажете, что это потому, что это бедные люди, там есть нечего и так далее. Они все с голода умирают и так далее, и так далее. Все это понятно, что там бедная Донецкая область. Не будем вообще сопли жевать по этому поводу. Это все совершенно ясно. Меня как художника интересует совершенно другое, так сказать, художественное оформление всей этой затеи. Вот могло бы из нее получиться что-то по-настоящему безумное, что-то интересное. Честно говоря, даже опыт субкоманданта Маркоса меня как-то… Он, безусловно, намного интереснее, чем опыт Донецкой Республики, более артистичен. Но даже он, как бы, для меня недостаточно артистичен. О Донецкой же Республике говорить-то тут нечего. Длинноногая бандитская подстилка, которую нам показывают как Министерство культуры Донецкой Республики, ну, увы, не выдерживает никакой критики. Совершенно ясно, что это безмозглое существо. Ну, как бы, к гадалке не ходи, что называется, это же видно просто, что это только… Ну, кто там держит в Донецке какой-то бутик, блин? Ну, кто? Ну, конечно же, какая-то бандитская подстилка. Видно совершенно, что та мода, которую она там воспроизводит в своем салоне, это просто дерьмо собачье. Что-то унылая дрянь, рассчитанная на каких-то, опять же, таких же полугламурных, полубандитских домохозяек, провинциалок и так далее. Все это сделано из какого-то дерьмового материала. Позирует она совершенно стандартно. То есть уныло, как для какого-то журнала «Наша рублевка» или как он там назывался, этот гламурный журнал, который, я не знаю, выходит, не выходит до сих пор. В общем, такого же качества, говенного. Смешно, конечно, что журнал «Наша рублевка» в общем претендовал на что-то большее, потому что все-таки рублевка, разрекламированный там, так все высоко и хай, и гламурно и так далее. А такие же там, увы, чувырлы, в общем-то, совершенно антиэстетичные существовали или существуют до сих пор в каком-то своем кичезном болоте запредельном. И абсолютно, да, там и полиграфия была омерзительная, просто на уровне совка какого-то, я не знаю. Просто как можно исхитриться, имея какие-то миллиарды на кармане, делать такое говно? И тут та же самая история. То есть, конечно, эта самая министерша, она, безусловно, не подстилка миллиардера, она подстилка, ну, какого-то там средней руки богатенького буратинки. Ну, может быть, там, я не знаю, киллера, который, я вообще не знаю, чья она подстилка, но совершенно определенно там подстилка точная и подстилка не самая дорогущая, да, потому что точно она, если и была в Лондоне, то один раз и так далее, да, и ничему там не научилась и прочее. То есть, впрочем, опять же, тоже это зависит от человека. То есть, я помню, что жена Лужкова в своё время визжала о том, как в Венеции такие старые дома омерзительные, что их надо бы перестроить, подлатать и подкрасить, и тогда бы было всё окей. А ведь жена Лужкова – это всё-таки, ну, тётка, прямо скажем, другого класса, привыкшая жить на широкую ногу и жрать из золотого таза. Икру, чёрную икру, просто-таки лопатой. Соответственно, наша министерша, ну, ей далеко от миллиардерши жены Лужковой. Забыл, как её фамилия, кстати, неважно, не имеет значения. Не министерша, а жены Лужковой забыл, как фамилия. Ну вот, и глядя на такую вот министершу, совершенно ясно, что там за искусство может существовать. То есть искусство кройки и шитья. Причём кройки и шитья самые загробные. Но саван они сошьют, я уверен, вполне профессионально. Ну и платье какое-нибудь, проститутошное, опять же, как бы, ну, из дорогой, может быть, материи, но опять по фасону вокзальной проститутки за три рубля в базарный день. Да, такое, да. Да, такое сошьют. А всё остальное, как бы, ну, извините. Это вам не Европа. Как известно, Россия не Европа, и даже не Америка, а потому, соответственно, ничего другого мы не ждём. Эстетики, прямо, особенно секс-пистолзовской эстетики, там точно не будет никогда никакого местного Макларена не образуется. Денис Пушилин на Макларена явно не тянет. А ведь могло бы быть! Чёрт знает что, ребята! Чёрт знает что! Вот представим себе, что Денис Пушилин – это какой-то такой Макларен, да, человек с хорошим вкусом, окончивший, например, какое-то хорошее учебное заведение по классу современного искусства. И тогда всё бы было совсем иначе. Тогда, например, герб Донецкой Республики выглядел бы совершенно другим. Тогда бы он не пародировал российский герб с двухглавым орлом, и вот этот триколор там бы не присутствовал, а было бы что-то совсем-совсем безумное. Ну, я не говорю там череп с костями, где в глазах его были бы бриллианты, да, но это слишком пошло. Но можно было много чего придумать. Прямо скажем, много-много чего придумать. Ну, не придумали, ну, не сделали. Ну, и не сделают, а погибнет всё это точно, совершенно. И вот дико-дико обидно. Ну, вот первое, что мне пришло в голову, это что такая вот Республика Донецкая. Она очень похожа на Республики Петлюр и Махно. И вообще-то в 20-30-е годы, ну, прежде всего в 20-10-е годы во время Гражданской войны возникало дикое просто количество всяких оперетошных республик, стран так называемых и так далее на территории бывшей Российской империи. И все эти марионетошные, не марионетошные, а такие республики на час, страны на час, они, представьте себе, выпускали марки, почтовые марки, которые по сегодняшнему, они все остались, они есть у филателистов, и стоят они совсем-совсем немалых денег. То есть потому что это действительно редкость, потому что тиражи таких марок или были почти полностью уничтожены, или что-то еще с ними происходило. Несмотря на то, что их, наверное, штамповали в немалом количестве, сами понимаете, что война, разруха, когда сегодня белые, завтра красные, послезавтра зеленые и так далее, кто-то еще приходит, все взрывается и горит, и такие тиражи, конечно, кому там спасать. Но есть какие-то, вот, наверное, чаще всего эти марки получали потом хождение среди филателистов исключительно из-за того, что сами печатники, скорее всего, оставляли для себя экземплярчики, прекрасно отдавая себе отчет, что это будет диким раритетом. И так оно и происходило. Такие города-государства, они не существовали долго. Ну, это просто как бы опять же, так сказать, не надо к гадалке ходить, чтобы понять, что так это и будет, что это не вечное образование. Даже если, я не знаю, там, даже если Путин ведет войска в Украину и все к чертовой матери, разбомбит Киев, атомную бомбу туда бросит и так далее. Даже в этом случае Донецкая Республика все равно не будет существовать как образование. Влившись, даже влившись в Россию, такое образование, как Донецкая Республика, просто исчезнет за ненадобностью. А значит, только сейчас, вот в этот исторический период времени, можно напечатать тот самый тираж замечательных марок. Причем, черт знает, с каким изображением. Конечно, не с мордой Дениса Пушилина. Это так было бы уныло. И, не знаю, не с логотипом МММ. Почему логотипом МММ? Ну, потому что Пушилин – это какой-то там МММщик. Да, ну, было бы, наверное, забавно, с одной стороны, но тоже это неинтересно. А вот с какими-то странными историческими фигурами, с какими-то безумными животными или персонажами комиксов, вот это было бы уже совсем другое. То есть, чем более это безумно, тем это дороже бы стоило. Если бы еще были какие-то опечатки, которые также котируются очень сильно в филателлистической среде, то вообще этому не было бы цены, там, количество зубчиков не было бы таким, как нужно. Ну, и вообще любой дефект, да, при печати и при гашении, при всем таком, оно как бы поднимает цену на это. И будь Пушилин настоящим Маклареном, он бы, конечно, авантюристом, то есть хитроумным. Он бы мог это продумать точно так же, как продумали в свое время рекламы между треками «Зиг-зиг спатник», чего не было никогда до этого, как я уже говорил. Это же действительно была инновация на виниловой пластинке между треками реклама. Это просто что-то абсолютно невероятное для тех времен, и оно остается невероятным и в наше время, потому что, ну, не пишут на пластинках виниловых. Никто никогда до и никогда после не писал рекламу между треками. А вот тогда это все было сделано. То есть люди действительно понимали, на чем срубить копейку, как подойти к этому креативно, по-настоящему. Вы знаете, сколько стоит сейчас тиражная футболка Vivienne Westwood? Я случайно заглянул на eBay совершенно недавно и обнаружил, что футболка с голыми ковбоями и многие другие еще футболки со свастиками там и так далее, которые производила Vivienne Westwood в свое время, то есть в 70-е годы, цена на такие футболки достигает двух тысяч долларов. Ребята, двух тысяч долларов за какую-то тиражную футболку, которую выпускали с миллионами тиражей, миллионами экземпляров. Она стоит, как картина молодого, но успешного художника. Две тысячи долларов стоит живопись молодого художника, который стартировал, но который уже имеет контракт с галереей, который продается. Вот это нормальная цена. Но это живопись, это хендмейт, а это печать в типографии. Это совершенно разные вещи. Тем не менее, это считается раритетом, за это люди платят деньги. А представьте, если сделать все правильно, если сделать все хитро, сколько бы стоили такие марки. Сейчас, наверное, Пушилин и его друзья ломают голову. Как же им монетизировать Донецкую Республику? Как вообще, каких там туристов возить, для чего, чтобы показывать? Потому что есть какой-то министр туризма по делам спорта и туризма. Любопытно, какой там, может быть, туризм. Куда спускать туристов в шахты, показывать им какие-то полуразвалившиеся шахты? Ну, не знаю, это было бы, может быть, тоже интересно. Смотря как, опять же, все оформить, как это превратить в аттракцион. Пока аттракцион, ну, я не знаю, заработает ли он когда-нибудь, скорее всего, никогда не заработает. Вообще, все это, жизнь в Донецкой Республике, это жизнь на пороховой бочке. Что вы будете с ней завтра, совершенно неизвестно. Но то, что это явление любопытное, крайне любопытное, интересное. Я думаю, да, только, увы, его делают не очень интересные и довольно серые персонажи. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. И повторяю, долой всякие сопли. Я сейчас совершенно цинично говорил о бизнес-стратегиях, о бизнес-моделях в таких случаях, абсолютно уклоняясь от человеческого фактора, от того, что кто-то умирает от чего-то и так далее, от каких-то людских страданий, разочарований, от голода, холода. И кто прав, кто виноват, меня в этом случае тоже не интересует. Просто я вижу перед собой модель, которая могла бы работать, но она не работает. Вот и все. Чао.